Всем привет! Достаточно популярной и актуальной темой является тема Product Research. Это процесс, при котором мы ищем потенциально интересные ниши и продукты, которые обладают невысокой конкуренцией и при этом имеют хороший потенциал для заработка. В сегодняшнем видео речь пойдет о таком инструменте, как Black Box. Это инструмент от Helium 10. Соответственно, как вы можете видеть, здесь есть большое количество различных вкладок, таких как Product, Keyword, Competitors и так далее. Сегодня мы разберем такую вкладку, как Products. Это базовый инструмент для поиска ниш и продуктов. Поиск ниш осуществляется по набору критериев. Сразу хочу отметить, что чем более будет уникальный набор критериев, тем более интересные продукты и ниши вы сможете найти. Существует большое количество разных видео. Различные продавцы дают свои наборы параметров для поиска продукта. Но важно понимать, что чем больше продавцов используют одни и те же критерии для поиска, тем, соответственно, больше вероятность, что вы будете находить одни и те же продукты и, соответственно, самостоятельно создавать конкуренцию в уже существующих нишах. Поэтому старайтесь всегда делать свой поиск максимально уникальным. То есть использовать свои критерии, свои фишки для того, чтобы находить действительно уникальные прикольные продукты с невысокой конкуренцией, которые потенциально будут интересны для запуска. Немного расскажу по фильтрам. То есть на самом деле большое количество различных фильтров существует. Мы можем выбрать категорию. Тут абсолютно тот же каталог, как и в Amazon. Соответственно, допустим, нас интересует категория Automotive. Мы, соответственно, можем зайти в категорию Automotive. Далее мы можем выбрать какую-то подкатегорию. Например, нас интересует категория Motorcycle и Power Sports. Я не рекомендую очень сильно углубляться в эту категорию, но важный момент. Старайтесь выбирать ту категорию, в которой вы хоть что-то понимаете. То есть если вы ничего не понимаете в женской косметике, наверное, не стоит искать продукты из категории женская косметика, потому как вам очень сложно будет сделать классное конкурентное предложение вашему покупателю, потому что вы не понимаете всех запросов, которые исходят от вашей аудитории. Допустим, мы хотим поискать продукты в категории Motorcycle и Power Sports. Далее вы можете ограничить свою выборку по количеству отзывов, либо по рейтингу отзывов. Как можно использовать данные критерии? Допустим, вы понимаете, что ниша может быть очень критична к количеству отзывов. И вы понимаете, что если в данной нише продают только те, у кого большое количество отзывов, вам будет сложно в этой нише продавать, тягаться с этими продавцами, потому как вы еще молодой, естественно, новичок, и у вас нет большого количества отзывов. И более того, у вас может и не быть инструментов для сбора этих отзывов. Поэтому то количество отзывов, которое является для вас максимальным, для каждого свое, для кого-то там не проблема собрать тысячу отзывов. Там известный бренд, у него там есть какая-то аудитория уже существующая, там коллаборации с блогерами, и он может понимать, что за месяц может собрать 500 тысяч отзывов, и для него это не проблема. Если для вас там проблема даже 20-30 отзывов, то, понятное дело, я бы ограничивал там поиск максимум, может быть, 100 отзывов. Опять же, очень неплохой критерий для поиска интересных продуктов – это review rating. Вы можете использовать данные показатели следующим образом. Например, вы хотите найти ниши, в которых есть какая-то проблема, но при этом продукты все равно продаются. То есть вы понимаете, что нет такого продукта, который бы полностью закрывал эту проблему, и покупатели вынуждены покупать продукт хоть и с недостатками. И, допустим, если вы найдете продукты, у которых рейтинг, допустим, 3,5 или 3,9, и при этом этот продукт генерирует хорошую выручку, вы должны понимать, что просто у покупателя нет выбора, и он вынужден покупать этот продукт. Если вы улучшите этот продукт, решите эту проблему, то, соответственно, у вас сразу появляется огромное конкурентое преимущество, на которое вы можете делать ставку. Опять же, это больше такая уже продвинутая тема для опытных продуктов, которые реально понимают, как можно улучшить продукт, как его можно кастомизировать, доработать, для того, чтобы действительно снять существующую проблему. Опять же, вы можете отсортировать свои продукты в выборке по размеру. Я не рекомендую со старта начинать, например, с больших продуктов, хотя, опять же, если вы опытный продавец, и вы четко понимаете, как осуществлять доставку габаритных продуктов, их хранение, сколько это будет стоить, то для вас это может быть конкурентным преимуществом, потому что чем больше порога для входа, тем меньше там конкуренция. Точно так же можно ограничить продукт по весу, например. Вы можете отфильтровать продукт по фулфилменту. Существует несколько типов фулфилмента. Это когда непосредственно сам Amazon продает свои продукты. Это когда продаете вы через Amazon, то есть со склада Amazon отгружаете, либо когда продавцы продают со своего собственного склада. То есть они выставляют продукты на Amazon, но отгружаются со своего собственного склада, это FBM. Также можно отфильтровать выборку по количеству изображений. Как можно использовать данный критерий? То есть данный критерий можно использовать для того, чтобы найти плохо оформленные листинги, у которых небольшое количество фотографий. Это может говорить о том, что ниша слабая, и то, что продавец, например, продает на какой-то определенный объем, имея малое количество фотографий, может говорить о том, что там плохо оптимизированные листинги, ниша слабая, конкурентная, и даже при таком наборе фотографий он все равно умудряется неплохо продавать. Либо может быть обратная сторона медали, это может быть известный бренд, и так как он сам не занимается продажами своего собственного товара, а его продают какие-то дилеры, холлсейл-продавцы, то они просто не заморачиваются и берут то, что есть. Но из-за того, что он очень известный бренд, это никак не портит его конверсию. То есть люди не парятся, что там плохого качества фото, либо что там плохой контент. Они прекрасно знают этот бренд и покупают этот продукт, потому что знают его хорошо. Поэтому тут важно понимать, когда вы используете тот либо иной фильтр, важно понимать, как он работает, и какую пользу он вам может принести, как вы его можете использовать в своей собственной стратегии. Опять же, можно отфильтровать по количеству вариаций. Иногда принципиально продавцы ищут продукты с вариациями. Допустим, в одежде или в обуви вы не сможете продавать продукты, не имея вариаций, например, по размеру. Потому что если покупатель придет и не найдет своего собственного размера, он уйдет с вашего листинга. Но есть категория продавцов, которые не любят вариаций. Я тоже, например, новичкам не рекомендую стартовать с продуктов, которые имеют вариации, потому как это дополнительные затраты в сток. Опять же, нужно четко понимать, какие вариации будут продаваться. Здесь очень много нюансов. Поэтому новичкам я бы не рекомендовал находить продукты, у которых большое количество вариаций. Точно так же вы можете, например, отфильтровать выборку по наличию, либо по отсутствию определенного слова в тайтле. То есть, допустим, вы можете, например, отфильтровать выборку, например, по материалу. К примеру, вы не хотите, чтобы у вас в выборке были продукты, которые из нержавеющей стали. Соответственно, если вы понимаете, что у некоторых продуктов в заголовке содержится слово Stanley Steel, вы можете внести это слово и таким образом исключить эти продукты из выборки. Либо, наоборот, вы хотите продавать продукты с определенным параметром. Например, беспроводные наушники. И вы должны понимать, что, допустим, в заголовках тех продуктов, которые вы ищете, должно присутствовать слово беспроводной или там цвет какой-то определенный. Таким образом вы можете эту выборку отфильтровать. Можно отфильтровать выборку по возрасту листинга, например. Вы хотите найти только новые листинги, свежие, которые недавно зашли и при этом там имеют определенные продажи. Таким образом можете использовать данный фильтр. Опять же, можно отфильтровать выборку по количеству продавцов. Почему существует такой фильтр, как количество продавцов? Amazon – это каталог. Нельзя продавать один и тот же продукт с разных листингов. Соответственно, если у вас есть какой-то продукт, который уже продается на Amazon, вы должны продавать его с одного листинга. Таким образом, на листинге может быть 20, 30, иногда и 100 продавцов, которые продают один и тот же товар. Соответственно, иногда вы хотите найти, например, продукты, которые продаются только одним, двумя, либо тремя продавцами. Допустим, вы хотите найти только private label листинги. Почему я сказал двумя, тремя? Хотя казалось бы, в принципе, если только я продаю этот товар, то, соответственно, там будет один продавец. Иногда бывает, покупатели продают бэушный товар с вашего листинга, либо Amazon продает товары, которые, допустим, он там потерял, либо какие-то рефанты, и он, соответственно, их уже вам компенсировал, и он их может продавать с вашего листинга для того, чтобы компенсировать свои затраты. Вы можете отфильтровать выборку по конкретному бренду, либо конкретному продавцу. Допустим, вы анализируете какого-то конкурента, и вы хотите понять, какие продукты он в категории продает еще, например, да, либо какие продукты этот селлер продает. Опять же, точно так же можно исключить какие-то бренды, либо какого-то продавца из выборки. Если, допустим, вы видите, что у вас в выборке много продуктов одного бренда, и вы не хотите эти продукты анализировать, вам неинтересна эта ниша, вы можете данный бренд исключить из выборки. Очень важный критерий – это цена. Понятное дело, что вы должны понимать, в какой ценовой диапазон вы заходите. Тут, скажем так, есть различные крайности. Если вы новичок и вы только-только зашли в нишу, я вообще не рекомендую заходить с дорогими продуктами и с большими объемами. То есть, если вы вообще ничего не знаете в e-commerce, ничего не понимаете в Amazon, только-только учитесь, но очень чешутся руки что-то запустить, я бы рекомендовал запустить какой-то максимально дешевый продукт, небольшую партию, минимальную, возможно, 100-200 штук, просто чтобы пройти весь алгоритм. То есть, возможно, даже сильно не кастомизировать, привезти товар, создать листинги, создать шипмент, соответственно, отгрузить его на склад Amazon, запустить какие-то продажи, начать использовать рекламу, понимать, что уже процесс запущен, вы понимаете, как это все работает, вы знаете все процессы, вы видите, что уже с этого ничего не заработаете, просто потеряли какую-то тысячу-две долларов, оценивать это как обучение, но зато у вас будет понимание всех тех процессов и сложностей, которые могут возникнуть непосредственно при запуске продукта, потому как если вы запустите сразу дорогой продукт, инвестиции будут существенно выше, и если вы будете пытаться со старта сразу с него заработать, то скорее всего, что вы просто потеряете большую сумму денег, большую, чем если бы вы начали с какого-то теста. А вообще, если у вас уже есть опыт, и вы хорошо понимаете примерно, как это все работает, то я бы рекомендовал запускаться с продуктами в диапазоне 20 до 50 долларов, потому что в этом диапазоне той маржи, которая будет данного продукта, будет достаточно для того, чтобы покрыть затраты на маркетинг, потому что в дешевом продукте может быть невысокая себестоимость, но затраты на маркетинг могут в несколько раз превышать затраты на закупку и доставку продукта. Этот момент нужно учитывать, поэтому в более дорогих продуктах, как правило, больше денег остается на маркетинг, и есть шанс, даже если продукт не пойдет, хотя бы по рекламе его распродать, для того, чтобы выйти в ноль, либо там с каким-то небольшим минимальным убытком. Вы можете отфильтровать продукты по изменению их цен, вы можете по изменению количества продаж, опять же, от года к году по изменению количества продаж. Вы можете отфильтровать вашу выборку по среднемесячному доходу, который приносит данный продукт. Допустим, мы хотим найти продукты, которые в диапазоне цены от 20 до 50 долларов имеют меньше 100 отзывов и, допустим, имеют доход минимум 10 тысяч долларов. Также можно, допустим, отфильтровать по количеству продаж в юнитах, если вас интересует количество продаж в юнитах, можем посмотреть там лучший месяц продаж, да, а потом либо иному продукту, например, нас интересует продаж в какой-то определенный месяц, мы, соответственно, можем посмотреть, какие продукты, удовлетворяющие нашим критериям поиска, хорошо продавали в тот, либо иной месяц. Допустим, мы готовимся к какому-то сезону и хотим найти сезонные продукты. Также мы можем отфильтровать по такому критерию, как соотношение продаж к отзывам. Очень важно обращать внимание на данный показатель, потому как мы можем, исходя из этого показателя, понимать, насколько вообще данный продукт чувствителен к количеству отзывов. То есть мы можем видеть иногда, что некоторые продукты очень плохо продаются, если у нас маленькое количество отзывов и наоборот, если большое количество отзывов, продукты очень хорошо продаются. Соответственно, важно понимать, что если у вас не будет того количества отзывов, которые имеют топовые конкуренты, соответственно, вы не сможете в данной нише продвигаться. Допустим, мы выбрали вот такой небольшой набор фильтров. Я рекомендую начинать с более широких фильтров, потом потихоньку-потихоньку выборку сужать. Потому как выдача в Blackbox ограничена всего 200 продуктами. И, соответственно, может получиться так, что вы получите первые 200 продуктов из выборки и значительную часть выборки просто потеряете. То есть, если сильно, сделаете широкую фильтрацию. Либо наоборот, если вы сделаете очень узкие фильтры, вы можете со старта не понимать, например, всех тех критериев, по которым можно найти успешный продукт вашей ниши. И задав большое количество фильтров, вы можете сильно сузить выборку. И хороших интересных продуктов может просто не остаться. Получилась у нас некая выборка. Мы видим большое количество показателей. Мы можем под себя настроить колонки в зависимости от того, что мы хотим видеть. То есть, какие показатели для нас важны. Мы видим, что здесь очень много штанов. Мы бы хотели исключить штаны из выборки. Мы видим, что у нас всего 185 продуктов. То есть, достаточно неплохие фильтры мы подобрали. То есть, достаточно широкую выборку получили, но при этом не очень огромную. То есть, мы видим, что в пределах тех лимитов, которые может Blackbox выдавать. Но мы хотим, допустим, убрать отсюда, что мы не хотим заниматься одеждой. То есть, мы можем зайти в фильтры. Зайти в поле «Исключить продукт, который имеет в заголовке определенное слово». Например, мы хотим слово «Pants». Пишем слово «Pants». Применяем фильтр. И мы видим, что, в принципе, продукты со штанами практически все удалены. Мы видим, что несколько продуктов осталось. Например, вот этот продукт. То есть, смотрим. Да, у него действительно в заголовке нет слова «Pants», но есть слово «Pants» в одиночном челе. Мы, в принципе, можем тоже добавить это слово в фильтр. И таким образом удалить и продукты, которые имеют слово «Pants». Ну вот, например, как вы видите, я уже применял данный фильтр. Соответственно, Blackbox помнит об этом и предлагает мне. Теперь мы видим, что, в принципе, практически все продукты со словом «Pants» и «Pants» удалены из выборки. То есть, мы достаточно неплохо почистили выборку. Далее мы, допустим, видим вот такие джерсии определенного бренда. То есть, как я уже говорил ранее, мы можем исключать из выборки продукты определенного бренда. Например, мы видим, что у данного продукта бренд Fox Racing. Соответственно, таким образом мы можем как найти продукты определенного бренда, так и исключить. Допустим, исключить бренды. Допустим, Fox Racing. И мы видим, что все продукты бренда Fox Racing были исключены отсюда. Как вы можете видеть, достаточно большое количество идей мы смогли найти. То есть, достаточно большое количество продуктов, удовлетворяющих нашим критериям. Опять же, мы можем еще фильтровать нашу выборку. Опять же, мы можем опускаться в какие-то подкатегории. Но, тем не менее, хочу отметить тот момент, что мы пока нашли только идеи. И это не значит, что если какой-то нам продукт понравился, то, соответственно, его стоит запускать. То есть, в дальнейшем мы должны уже непосредственно переходить в подкатегорию, либо искать выборку аналогичных продуктов через популярные ключевые запросы. И делать более детальный анализ, опять же, с использованием уже других инструментов Helium 10, о которых я буду рассказывать в следующих видео. Также напоминаю, что те, кто хотят использовать Helium 10 со скидкой, могут воспользоваться бонус-кодами, которые я оставлю в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.